Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы вам представить клинический случай лечения онкобольной в род городе Грозного. Пациентка 69 лет, диагноз периферическая карцинома верхней доли правого легкого с метастазами лимфоузлы внутригрудные и в кости. Резекция верхней доли правого легкого сентября 2018 года выполнена и с октября по настоящее время находится на фоне таргетной терапии кризотенибом плюс заледроновая кислота. С августа 2018 года, когда появилась кашель и одышка при минимальной физической нагрузке, обратилась к врачам по месту жительства, где при обследовании уявлен рак правого легкого с МТС в внутригрудной лимфоузлы, подключичной области сева и в костях. Дообследовалась НИЦ онкологии Блохина. Морфологический диагноз подтвержден. Аденокарцинома ЕГФР отрицательная. В сентябре 2018 года проведена теракоскопическая резекция левого легкого, выявленная транслокация алкайру в процессе таргетной терапии кризотенибом и БСФ с октября 2019 года. По результатам контрольного обследования отмечается положительная динамика в виде частичной регерации. И в настоящее время продолжается таргетная терапия, проводится БСФ, терапия в условиях дневного стационара ГБУ РОД Город Грозного. И вот особенности анамнеза жизни и поведения. Пациентка сама, бывший юрист, адвокат, инвалид второй группы, замужем. На лечение пациентка всегда приходит самостоятельно, но возникают проблемы в общении с медперсоналом, отмечается выраженная эмоциональная лоббильность. Пациентка ворчливо предъявляет много претензий, где отмечается агрессивное поведение. И за время проводимого лечения возникали проблемы, такие как не выполнялись нужные рекомендации, признаки забывчивости, рассеянности. И при этом пациентка сама отмечает то, что всегда обращала внимание на то, что она забывает что-то и осознавала это. И, в общем, являлась на лечении без необходимых обследований, без документов. И при просьбе предоставить обычно сразу же менялось настроение и как бы агрессивное поведение началось. И несмотря на то, что она на сложившуюся ситуацию, она получала лечение в полном объеме, нужные дозировки, таргетной терапии, полных дозов. Все назначалось контрольным обследованием каждые три месяца. По результатам все хорошо, положительная динамика МРТ головного мозга, без МТС. И, что самое главное, пациентка отмечает появление и усиление такого поведения на фоне проводимого лечения. Вот и все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok